Здравствуйте! В эфире работает информационная служба телеканала «Первый Карагандинский». С вами Мирамгуль Салкимбаева. В начале выпуска коротко о главном. Карагандинский Тулпарк будет защищать честь столицы. В Караганде очередное подорожание социально значимых товаров. Эксперты рекомендуют властям обратить внимание на малый и средний бизнес. В Карагандинском регионе снизилась безработица. План трудоустройства граждан и предоставление государственной поддержки выполнен на 115%. Об этом Акиму области доложили чиновники. Нурмухамбет Абдебеков предложил госслужащим заняться переобучением невостребованных специалистов на профессии, которые нужны шахтерской столице. С начала года государственную поддержку и официальную работу в области получили более 4 тысяч граждан. Свыше 7 тысяч человек были направлены на общественные работы. 800 молодых людей прошли практику. Выдано более 300 микрокредитов. В целом трудоустройством обеспечены 40 291 человек или 115% от готового плана. В том числе на постоянные рабочие места 25 681 человек, на временные рабочие места 14 608 человек. Необходимо отметить, что городами и районами обеспечено трудоустройство на постоянные рабочие места на 10 495 человек больше, чем планировалось. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков акцентировал внимание чиновников на востребованные специальности. Со слов Акима, в Карагандинской области есть нехватка профессионалов технического направления. Управлению координацией занятости и социальных программ Акимом городов и районов довести исполнение плановых заданий по трудоустройству безработных на общественные работы, направлению на профобучение. Это то, что мы еще не дотягиваем. Молодежь нужно переобучать на работников перерабатывающей и горно-рудной промышленности, а также слесарей, сантехников, газоэлектросварщиков и инженеров, отметил Абдебеков. Аймамрина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Пострадавшим от весеннего паводка жителям села Жумабе Кабайского района вручили ключи от домов. Семь жилых домов здесь было построено за короткое время. Сельчанам также была оказана спонсорская помощь. Наш корреспондент расскажет более подробно. Абайский район – один из первых регионов области, который пострадал в результате весенней стихии. В целом в районе подверглись подтоплению семь населенных пунктов. В результате пострадало 96 семей. А в селе Жумабек пострадало основных семь жилых домов. Из них только один дом подлежал полному восстановлению. В этом году, в период паводка, в нашем селе пострадали 17 домов. Из них 6 домов полу разрушены, один частично разрушен. Все эти дома восстановлены в кратчайшие сроки. Строительные работы начаты в середине мая. И мы эти дома сдали 21 августа уже сдали. На следующий день после ее чрезвычайной ситуации здесь был Аким области. Даром Хаммед Панапевич дал конкретные задания руководству района. Результат, как вы видите. В селе было построено 6 новых домов. Из них 3 дома было построено на средства из бюджета. А строительством остальных 3 домов занимались подрядчики. В целом на один только дом было потрачено 12 миллионов тенге. Общая площадь этих домов начинается от 47 до 67 квадратных метров. Мой старый дом был построен в 1960 году. От весенних паводков он вообще развалился. Новый дом, конечно же, прекрасен. Просто нет слов. Спасибо всем за помощь и за внимание. Железно, что у нас все готово. Я говорю, куда вы меня привезли? В какой-то замок. Это не мой дом. Нет, ваш будет дом. Ваш будет дом. Паводок разрушила ветхое жилье Марии Коба. Для пенсионерки был построен новый двухкомнатный дом. Общей площадью 57 квадратных метров. Кроме того, оказана спонсорская помощь. Завезена мебель. Диван, стол, спальный гарнитур, холодильник, газ плита и многое другое. Все у меня есть. Диван есть. Все у меня есть дома. Подарили мне, дай бог, им здоровье. Кто мне дарил? Все, 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 все у меня есть. В настоящее время все жители безмерно рады, что им построили новый, уютный, самое главное, благоустроенный новый дом. Сейчас жители уже не вспоминают те страшные апрельские дни. Гульза Ацахова, Александр Царекидзе, 1-й Карагандинский. Второй по силе футзальный клуб Казахстана Карагандинский Тулпар будет теперь защищать честь столицы. К такому решению их привело отсутствие финансирования из областного бюджета. Команда, не получавшая зарплату три месяца, была на грани развала. Спонсоры из Астаны помогли им вновь поверить в свои силы. Сейчас они уже готовятся к Кубку УЕФА. Мы начинаем новую историю, новый Тулпар с новым названием, но со старой оболочкой. Проблемы с финансированием экс-карагандинский футзальный клуб начал испытывать в прошлом году. Тогда из команды ушли в Кайрат один из лучших игроков Казахстана Даурен Нургожин и капитан команды Чингис Исинаманов. Из прежнего состава остались лишь несколько человек. Несмотря на призывы администрации клуба о финансовой помощи, ни управление спорта, ни местные власти не нашли денег на их содержание. В итоге мы оказались в Караганде не нужны. После 14 лет нашего довольно славного прошлого, нас просто-напросто исключили из спортивной обоймы нашего города. Из-за плачевной ситуации команда Тулпар чуть было не отказалась от участия в Кубке УЕФА. Тщетные попытки добиться финансовой поддержки у местных исполнительных органов не дали результатов. Пришло письмо с УЕФА о том, мы должны были дать согласие конкретно о участии в Кубке УЕФА. Мы встречались с Акимом области. Вопрос шел от 30 миллионов до конца года, не на Кубок УЕФА. Таких денег для нас не нашлось. На помощь игрокам пришли столичные меценаты. Теперь команда будет называться Астана Тулпар. Со слов президента клуба, пока они выступят в УЕФА под старым названием, так как не успели оформить все юридические тонкости. Однако после Кубка команда отречется от шахтерской столицы. Пока жить и тренироваться, игроки будут в Караганде. Это дешевле, отметили руководители. Также они рассказали, что уже начали восстанавливаться и усиленно готовятся к полету в Италию, где и пройдет Кубок с 11 по 15 ноября. Мы вот сейчас в срочном порядке нашли замены, вернули, возвращаем Алекса, он еще не прилетел. Тут из-за дефицита времени нужны игроки, у которых есть трансферы, визы. Вот такая вот. Поэтому мы укомплектовываемся в таком пожарном порядке. Несмотря на переход в столичные руки, игроки команды не получат денег за три месяца простоя. Однако никто из них не отчаивается. Сейчас их основная цель – второе место в Кубке УЕФА. Сейчас тренируемся в удвоенном режиме, чтобы выполнить поставленные задачи. Микро-плимат в команде хороший. И вот новички, они быстро вливаются. Аймамрина, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор «Серебро». У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан «Серебро» предоставляет три просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда – таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работай диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркен Абдирова, 12. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – Галвин Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность – 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Очередное подорожание социально значимых товаров снова взбудоражило карагандинцев. Цены подскочили на 50% на одежду, продукты и даже лекарства. Однако предприниматели и местные власти в один голос уверяют обратное. Говорят, в торговых точках мониторинг фиксированных цен проводится регулярно. Насколько утверждения чиновников совпадают с ценниками на прилавках, узнавали наши корреспонденты. Пока казахстанцы ждут обещанного повышения пенсии и зарплаты, их карманы стремительно пустеют. Подорожало практически все, начиная от продуктов питания, заканчивая одеждой. Даже товары местного производства подняли свои цены на 20%. Большой скачок произошел на продукты питания и самое главное на лекарства. Потому что, допустим, у меня муж очень давно болеет. Если лекарства, которые он постоянно пьет, мы летом могли взять за 1500, сейчас мы берем за 2200. Мнения жителей ни в чем не разошлись. Все как один твердят про продукты и другие товары, что они заметно выросли. Разговоры про кризис слышны везде. Это обсуждают на экране телевизора. Незнакомые между собой люди в автобусах, на остановках и особенно магазинах. Вот яйца очень дорогие стали. Яйца 250. Реально, а зарплата у нас не поднимается. Маленькая зарплата. Ну что, на масло, на все поднимается. Ну, конечно, я расстроилась, когда увидела, что покупала те вещи, которые, например, того же качества, что они стали в два раза дороже. Конечно, я расстроилась. Они говорят так, продавцы говорят. Я морковку, например, вчера покупал, стояла морковка по 50 копеек. Говорю, зато приду целый мешок куплю. Прихожу, они говорят, нет, уже 65. А почему? А потому что мы закупили по такой. А там 60. Это не по старой цене, а мы уже по новой. Они ночью уже закупили. Но эта тема уже неоднократно обсуждалась и на аппаратных совещаниях. Чиновники утверждают, что проводят ежедневные мониторинги и пресекают предпринимателей, нарушителей, которые самовольно повышают цены на социально значимые товары. Увеличение цен из 33 наименований зафиксировано по 14 наименованиям. Это на свеклу на 10,7%, окорочка курина на 7,8%, капуста на 7,5%, масло подсолнечное на 5,6%, хлеб пшеничный из муки первого сорта на 4,5%, кефир на 3,6%, масло растительное сливочное на 3,5%, соль на 2,4%, яйца на 2%, морковь на 1,5%, макароны изделия от 1 до 3%. Довольно большой список подорожавших продуктов. Но возмущение и недовольство жителей пока остаются без внимания. Осель Сознамбаева Жасулан Маклбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. За кризисом стоит неразвитое производство и прогрессирующая коррупция. А доллар растет и настигает страх. Что же будет с банками и в какой валюте хранить деньги? Эксперты рекомендуют властям обратить внимание на малый и средний бизнес, развивать инновационные технологии и уделить внимание науке, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Несмотря на нынешнее положение, последующие полгода рекомендуется хранить сбережения в долларах. А вот с покупкой недвижимости доллар не поможет. Если и надо покупать, то только в тинге. Многие банки второго уровня могут потерпеть крушение. Уже сейчас доходы резко снизились. Банковская система должна обслуживать производство. Вот тогда, имея свое место второстепенное, как предложение, тогда будет экономика развиваться. И в этом отношении роль государства огромная. Тогда и мы будем переходить к стабильности. Яркое завершение фестиваля «До Стар» состоялось в стенах Дворца культуры Горняков. Галоконцерт с участием ведущих солистов Казахстана, России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Польши порадовал карагандинцев. Артисты продемонстрировали высокое качество своих навыков, игры на сцене и вдоволь порадовали публику. На галоконцерте выступили настоящие профессионалы сцены и артисты с многочисленными наградами за плечами. Продемонстрировали свои номера и лауреаты международных состязаний из семей разных стран. Карагандинской публике я хочу представить Марицу и дуэт с солистом, нашим солистом, с коллегой Игорем Левенцом «Time to say goodbye». Есть номера в репертуаре, конечно же есть и новые номера. Вот у нас сегодня премьера этого дуэта с Игорем Левенцом «Time to say goodbye». Поэтому карагандинская публика будет впервые услышать. В стенах дворца царила сказочная атмосфера. Перед началом самого торжества в холле можно было разглядеть молодых кавалеров и дам. Пары создавали некий колорит настоящего королевского бала. На открытии концерта зрителям продемонстрировали дуэт Теодора и мистера Икс из опереты «Принцесса цирка». Исполнили номера народная артистка Белоруссии Наталья Гайда и Аманта Ибраев, заслуженные дети Республики Казахстан. В дальнейшем программа предусматривала много нового и интересного. Так, например, певица из Польши Ханна Аконьска подготовила для наших горожан маленький сюрприз. Мне и моим коллегам очень приятно, что появилась такая возможность выступить в Караганде. Мы первый раз в Казахстане. Это для нас огромнейшее достижение. Я подарила Караганде произведение «Манюшка». Очень неожиданно спеть это произведение здесь. Концерт удивлял звучанием известнейших партий и дуэтов из классической опереты. Исполняли артисты на разных языках. Звучали также и хиты стран, что принимали участие в фестивале «Достар». Замечательно, прекрасно, очень нравится. Прекрасные голоса исполнили. Все запомнился, все помнится, все знакомое, все интересное, вся эта классика, она вся в голове. В принципе, все номера хорошие. Многообразие участников, в первую очередь, высокий уровень исполнения. Понравились азербайджанцы, понравились киевляне. То есть, они вас поразили больше всего? Да. Чем? Ну, у них, во-первых, и голоса, и пластика, и хореография, все есть. Оперета, как жанр, существует уже на протяжении долгих лет и не перестает терять своего кумира. Ведь действительно, жанр, наполненный любовью и гармонией, никогда не наскучит зрителю. А если там присутствует капелька юмора, то успех обеспечен. Асель Сазанбаева, Исламбекус Пан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Золотые украшения сакского периода нашли археологи на могильнике Бесаба. Уникальные серьги обнаружили несколько месяцев назад, но продемонстрировать их удалось лишь сегодня. На выставке под названием «Мадинет Мура Ассалхазна» были представлены также последние уникальные экспонаты, найденные археологами. Из областного историко-краеведческого музея репортаж Ларисы Хусаиновой. Эти золотые серьги – одна из главных находок этого года. Их ценность в том, что несколько веков назад украшения носили высокопоставленные чиновники. Изделия из благородного металла нашли минувшим летом на могильнике Бесаба. По словам кандидата исторических наук Игоря Кукушкина, раскопки археологи проводили исключительно вручную, чтобы не повредить артефакты, которые кроются под землей. Внутри, так сказать, самих погребениях были захоронены мужчины, с которыми были найдены золотые серьги. Вот эти вот золотые серьги с так называемым раструбом, вот как раз таки, они, видимо, подчеркивали значимость вот этих людей, которые были там захоронены. Также на суд зрителей историки представили уникальный медный сосуд эпохи бронзы. Его нашли на территории Степной Евразии. Все присутствующие с интересом рассматривали экспонаты и задавали вопросы представителям областного историко-краеведческого музея. В рамках 550-летия празднования казахской государственности областной историко-краеведческий музей проводят выставку. На данной выставке как раз таки будут демонстрироваться последние находки, вот последних годов, самые значимые находки, можно сказать, и даже поворотные находки, вот именно в данной, в археологической науке. Среди значимых экспонатов были представлены разновидные бусы из полудрагоценных камней, наконечники бронзовых стрел и золотые ювелирные изделия, которые пользовались в те времена большим спросом. Впервые широкому вниманию также историки продемонстрировали уникальные находки тюркского погребения. В 2014 году были найдены бронзово-серебряные нашивки в виде головы волка. Также выставку дополнили реконструированные костюмы женщин эпохи раннего Железного века. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандзинский. Кадеты 91-й школы приняли присягу. На церемонию посвящения учащиеся шестых классов готовились долго. Нести звание кадеты изъявили желание 25 ребят. Каждый из юношей, приняв присягу, скрепил ее собственноручной подписью, тем самым дав клятву на верность Родине Казахстану. Все сегодняшние новобранцы кадеты ищут дети. Верность Родине приняло 25 кадетов, в том числе 5 девочек. Новое пополнение 2 шестых класса сегодня получили свои первые погоны. Мы сегодня принимаем клятву, чтобы быть верной школе, Родине. Это важно. Новоиспеченные кадеты прошли перед гостями своим первым торжественным маршем. После присяги они показали приемы самбо и дзюдо, а также умение вальсировать и петь. Многие из учащихся целенаправленно хотят в будущем стать полицейскими и военными. Поздравить с торжественным событием в жизни детей пришли их родители, родственники, ветераны, почетные гости. Процесс обучения – это военное дело, тактическая подготовка, огневая, строевая подготовка. Там же углубленная изучает английский язык, математическую логику, чтобы были преданными своей Родине. И всегда защищали честь нашего Казахстана. Другие школьники, которым еще только предстоит в будущем стать кадетами, поздравили новобранцев танцами и песнями. Как отмечают в школе, открытие кадетских классов позволило снизить уровень подростковой преступности и повысить успеваемость учащихся. Футбольный клуб «Шахтер» одержал победу над командой «Тарас». Матч состоялся в рамках 31-го тура чемпионата Казахстана. 3-0 с таким счетом закончилась непростая игра. Сейчас карагандинские футболисты уже готовятся к последнему матчу в текущем сезоне. Он состоится 8 ноября на выезде Сокжит-Песан. Встреча началась достаточно активно. Обе команды не собирались сдаваться. «Шахтер» играл, используя комбинационные атаки. Первый гол был забит уже на пятой минуте. Гости пытались ответить стремительной контратакой, но защитная линия горняков не оставила им шансов. Вот уже «Шахтер» на левом фланге ревется на всех парах. Заходит в страхной игрок. Прострел, удар и счет открыт в сегодняшнем матче. Но, похоже, футболисты «Тараса» недовольны забитым мячом. На 10-й минуте футболист «Тараса» попытался пробить в ворота «Шахтера». Мяч едва не коснулся перекладины. Ближе к середине первой половины встречи «Тарас» всеми силами начал атаковать. Однако тщетно. Второй тайм начался с активного и позиционного нападения «Шахтера». Карагандинские футболисты пытались как можно быстрее поразить ворота соперника. Второй гол был забит на 57-й минуте. Его автором стал Андрей Карпович. Купинг открывается, но он увидит третьего партнера. И кто на завершение некого был. Удар по ворота. И 2-0. Карагандинцы удваивают свой счет. И это делает Андрей Карпович. Третий гол тоже не заставил себя долго ждать. Его забил Владислав Васильев. Следующий завершающий матч в текущем сезоне «Шахтер» проведет 8 ноября на выезде с командой «Охжит-Пес». Начало матча в 15-0-0. Аймамрина Александр Цирикидзе – первый Карагандинский. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сау-Волнстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин